закончился мой кофе который я пью уже год живя в турции и в прошлый раз мы с вами купили такой кофе но я сейчас его открою приготовлю вам потом расскажу такой цвет аромату кофе знаете такой горький как будто пережарены друзья мои но буду пробовать кофе готов яичница для маруси готова а маруся принесла мне свежайший хлеб посмотрите друзья мои будет вкусно всем привет привет youtube солнечный привет из мерсина друзья мои едем с вами в меске перезаключим договор все расскажу какие документы нужны был будут подъезжаем к миске вот про этот мост я вам говорила ну вот друзья мы приехали значит на такой базарчик сейчас скажу какой номер автобуса точнее номер автобуса у меня семьдесят седьмой тот который идет с педжи он идет с педжи университет номер остановки вам сейчас подскажу будем идти в обратном направлении мы оттуда приехали вот здесь вот автобусную карту можно пополнить я вам уже снимала этот киоск здесь очень много магазинов золото базарчик перейдем и чинить смотрите какое золото какая красота какая красота какая красота идем переоформлять воду а вот эти здесь магазинчик здесь и пекарня и разные магазинчики так что приезжайте погуляйте в миске мы встречаемся с Леночкой друзья мои да да ей тоже надо переоформить воду а потом мы поедем ко мне в гости о ах курочка гриль гляньте а 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 впереди мой любимый магазин атакс для подростков это маруся еще покупала себе только джинсы кажется купила их пару футболок это турецкий магазин атакс эндерим эндерим это значит скидки скидки хорошо на улице лето продолжается в турции но жаришки больше нету это магазин видите для сада для балкона мебель какая красивая ну вот и пришли мы управление воды здесь можно посидеть и стеночек беседочки сейчас будем леночку смотреть друзья мои мужа дома мои гости сегодня леночка вектор будем наконец-таки готовить рыбку вкусную вам покажем . где мы с тобой были мы сделали дела в меске мы были оба зря оба зря почему потому что у меня оказывается договор уже был на и комете а у меня еще подрядчик не передал наш дом на баланс мески поэтому еще невозможно с нами но главное что мы сделали отметились и спокойно спать будем а у тебя когда подрядчик переведет ты уже знаешь какие бумажки документики надо будет принести и фото счетчик а тапу и комет ну то есть пластик кимлык дальше возьми взять с собой на всякий случай паспорт мы будем делать на и комету да и обязательно страховку от землетрясения фото счетчиков фото счетчиков обязательно я тоже помню ездила за фото счетчиков фото счетчиков фото счетчиков от землетрясения страховка кимлык и слушая у меня сегодня попросили банковскую карточку я думаю что ты банковскую карточку тоже возьми всегда почему потому что мы платим все онлайн нет я имею ввиду что мне в договоре а наш мне сделала новую бумажку и туда вписала номер банковской карты она старая не было у меня везде банковская карта привязана потому что я плачу независимо здесь турции я или в украине я себе зашла но сейчас там у тебя нету договора поэтому ты возьмешь ее обязательно с собой следующий раз вот так друзья мои ну что ленчик давай готовить а что леночка мне сегодня привезла леночка покажу я привезла тебе не мороженое не мороженое друзья мои пахлаву пахлаву лена готовила ее сама смотрите подписывайтесь на ее канал леночка название канала мир двума морям вы же помните друзья мои что я я ездила мигра и купила рыбку лебрек так вот сейчас леночка вкусно ее приготовит и мы будем ее кушать и вам покажем рецепт леночка уже красивом платье приехала я ездила в фартук ну потому что чтоб не испачкалась это ж такая ревность потому что рыжика взяли на ручки рыжика взяли на ручки жил себе жила себе нормальная собачка жила жила и тут жизнь закончилась понимаете одна нервотребка с утра ой рыжуля рыжуля балдеет его 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 тише у нас вообще большой трус фишуля трус опа опа друзья мои будем пить вот такое вот красное вино леночка угостила пришла я знаю что крытки лучше белые но мы любим да мы любим красное вино из этой серии мне красное больше и оно реально вкусное друзья мои кто в турции попробуйте это бюджетное настоящее турецкое вино не порошковое значит ты подходишь всем итальянцы говорят что ты их мачо итальянский и не верят что ты не понимаешь итальянский китайцы ты идешь в очках все с тобой не хау не хау а ты кроме не хау ничего не хауешь это хауешь не хауешь а значит турки с тобой разговаривают подошли на остановке и турок к нему по турецки возмущается что-то на маршрутку ну я поняла что цены подорожали я ему говорю слушай а сколько сейчас на маршрутке я на маршрутке вы на автобусе ехали автобус 15 а маршрутка наверное 20-25 ну да дороговато конечно ну тут понятно все ну бензин потому что подорожал сейчас везде во всех странах все подорожало и он разворачивается и уже ко мне говорит там что-то другое я не понимаю я ему говорю ебанжи а он говорит аркадаш ну друг друг тоже ебанжи хаэр туркиш я ему говорю да не туркиш он он просто умеет приспособиться ко всем мы одесситы такие надо Виктору пару фраз выучить как я сегодня на турецком а как я сегодня пакет попросила друзья мои целые фразы учила 40 минут на бассейне выучила через три дня она всплыла в голове я говорю свет пакет не берем как не берем если хочется фразу что-то вот так вот друзья я тоже я вышла сегодня а мне мне часто говорили а сегодня это вообще испаньола испаньола я говорю нет украина ну ты похожа а тем более в таком красивом платье я тебе его закрыла закрыла конечно фартуком потом снимем очень тебе идет очень красиво очень прямо девочка девочка так что мы делаем мы пьем вино друзья мои забыли были что мы делаем значит мы сейчас делаем соус самый простой вот смотрите есть у вас три рыбешки под названием сибас можно и под другим но мы готовим сибас леврек по-турецки извините боже пардон леврек а сибас это другая рыбка да а у нас леврек а я думала что ты сказала что названия разные значит обязательно промокнуть водой зачем чтобы наш соус держит тебя досочку сухую чтобы он весь пропитался чтобы рыбка с ним обнялась поцеловалась и поженились вот так вот сейчас будем женить смотрите у нас три рыбушки один лимон половину мы оставляем на подачу порежем потом будем сбрызгивать нашу рыбку уже готовую так а половину от половины я отрезала три кусочка так три половинки одну уже отжала там одни были косточки и вот эту часть мы выдавливаем сейчас я косточку заберу выдавливаем в судочек вот по максимуму как у нас получается получается четвертинку ну то есть это нормально потому что если половинку она будет очень пислая да не надо не надо вот эти все маленькие мы сейчас терочку маленькую заберемся нет смотри а ну как видите друзья мои можно вот так здесь тут тут оно не если побольше можно порезать четверть лимончика чеснок три больших дольки чеснока вот если вот такие то три я выбрала маленькие три рыбки и три дольки чеснока значит соевый соус боже я на глаз на три рыбки вот так замечательно чтоб не солить да значит а перчик черный надо нет подсолнечное масло масло немножечко конечно оливковое можно было у меня есть оливковое для жарки но ничего страшного уже все не заморачивайтесь и розмарин смотрите это вот я когда-то когда вы свету смотрели мы с ней были на черши я купила розмаринчик у женщины и засушила и вот он у меня я его засушила и перенеслась немножко сюда видите я вот листики прям прям вот так побросаю а один сейчас один сейчас я его достану вот так прям сильно 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 перетру ага видите один не все дай тебе ложечку дам лопаточку надо будет целый намазывать или ложечку нет кисточки кисточки красивенько можно если бы много было сильно мы бы прям заливали но я хочу чтобы рыбка все прочувствовала и поэтому мы прям смотрите мы ее массажик делаем знаете смазываем обертывание соево-чесночная розмариновая видите с одной стороны или с двух будем делать двух мы внутри будем делать везде то есть мы берем рыбку и вот смотрите и внутрь и она у нас постоит минут двадцать так так сказать по-русски я же не русская вы должны меня понимать как это хорошо если бы оно постояло часа два но у нас нет времени но двадцать минут это тоже хорошо пусть оно пропитается я забыла за надрезы сказать и вот такие наискосок видите небольшие не надо их много много четыре штучки делаем чтобы соус три даже вот видите на этой стороне чтобы соус прям проник внутрь мы сейчас вот и чесночок туда будет нам вкусно я уже в предвкушении ну вот понюхай как уже очень я стою рядышком друзья мои вот казалось бы ничего там такого нет мы все это ну самые простые ингредиенты оно очень вкусное Леночка но их надо знать я кроме соль перец лимон ничего не знаю один раз и ты будешь знать да вот друзья мои маринуется наша рыбка Леночка чеснок забыла да нет я чеснок не забыла ты вытащила баклажаны и сказала что хочешь что-то сделать за баклажанами хочу поэтому чеснок пойдет у нас к баклажанам майонез у тебя есть? нету прекрасно тогда мы его сделаем ну нет у меня есть чуть-чуть я просто не знаю сколько надо мы его сделаем замечательно сейчас мы вытянем его с ним и сделаем замечательно друзья мои оставайтесь на моем канале еще увидите рецепт майонеза берем масло 200 грамм ой друзья мои оставляется берем яйцо обалдеть так бросаем чтобы оно было целеньким это очень важно видите дальше мы солим ой ну сколько я может быть поменьше потом попробуем нет и я у тебя у тебя такая как у меня соли ага четверть кофейной чашки ой ложки четверть кофейной ложки так дальше у нас уксус рюмочку может дать и дождать значит уксус столовая ложка дать ложку нет ой ой там наверное все пять ну не пять и васаби у меня нашли в холодильнике прекрасно есть васаби и мы немножечко васаби немного оп ну горчицы мы бы больше поклали положили я хочу сказать что мы как иностранцы очень хорошо говорим на русском языке замечательно говорим я по-турецки хуже говорю не делают комплименты и смотрите сейчас да мне кажется уже все это знают смотрите если я начну вот это делать не получится а если я выпущу воздух видите воздух ушел видите вот надо что вот видите весь воздух ушел но помимо того чтобы должен уйти весь воздух вот мы должны обнять желток видите чтоб желток был непосредственно не вот тут покажи чтобы он был внутри внутри да и начинаем и начинаем и начинаем пробуй майонез давай 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 скажи что ты вспоминаешь оливье ты вспоминаешь провансаль да советский провансаль и скажи что васаби заменил горчицу слушай вообще и вообще хочу сказать в жизни все заменяемое как и люди так и и продукты все можно заменить и всех можно заменить смотрите зачем мы сделали во-первых у тебя останется очень много майонеза супер который ты покупаешь в магазине вот вы знаете мне все говорят ты такая экономная мои хорошие я мы настолько экономили что квартиру купили в Турции поэтому то есть я экономленная не потому что я не могу себе позволить купить домашнее всегда вкусно а потому что я могу это сделать за копейки оно будет вкуснее да здесь что мы купили один раз турецкий майонез ну да он тягучий такой туда очень много добавлено крахмала ну добавьте сюда крахмал и будет то же самое он густой вязкий майонез густой вязкий не будет никогда вот при этих вот завтра он будет гуще мы его должны я могу сейчас ее и майонез переложить в баночку с крышечкой поставлю в холодильник но мы еще сделаем чесночный майонез то есть мы половину ты в баночку а половину здесь оставишь и мы баклажаны сделаем уже готовые с чесноком ага мы добавим туда чесночок блендером блендернем все вместе и оно будет однородное замечательно то есть половину ты убираешь сейчас уберу Леночка а что это за красота у тебя такая красота уже делает наверное весь интернет но я это вижу в первые а вот это делала еще моя бабушка знаете мне так нравится когда кто-то говорит я вам сейчас покажу лайфап который я придумала покажитесь придумали это наши предки а мы или это просто догадываемся или кто-то сделала мы повторяем поэтому вот этот веер делала моя бабушка она его солила потом в масле во фритюре жарила ну мы его засолим замочим и не во фритюре а просто слушай это кого-то майонез это для баклажан конечно а мы потом когда а это соус или что это будет соус чесночный майонез чесночный он будет соусом сверху то есть это как уже готовое блюдо мы будем кушать за стол когда будем сидеть все поняла значит быстренько говорю нам нужен творог ванилин сахар соль манка манки у нас нет нет потому у нас будет кукурузная мука и крахмал и яйцо и готовим мы сырники друзья мои готовим сырники ай упаковка улетела но ничего страшного покажи вот такой творог продается гроссеры значит творог я попробую он соленый мало того что он еще и влажный хотя на вид он был очень да на вид настоящий творог вакуумный в пачке вот такой творог значит смотрите если вы его купите мы уже решили делать если бы я вчера открыла я бы его на дуршлаг подгнет на ночь оставила и вся влага бы ушла а соль просто ему не солим все мы не солим и добавили ванилин мы добавили ванилин мы добавили одно яйцо видите оно уже жидковато я очень рада тому что мы что у тебя есть кукурузная мука она не как обычно ты хотела манку да если у кого то есть манка лучше манку манка разбухнет и она заберет в себя эту влагу понимаете вот они тогда получаются вот эти пышность к чему а я думала что пышный из-за того что разрыхлитель добавляют нет вообще это не добавляется разрыхлитель вот слово вообще и вот мы сейчас кукурузной мукой она такая более жесткая чем обычная мука но я хочу сказать сырники получаются во первых желтенькие видите вот это очень красивые да потому что от яйца они желтые не будут они желтые будут только от желтка я добавлю крахмал вместо муки так потому что мука у нас уже есть кукурузная и мы чуть-чуть крахмал что делает крахмал вот как ты думаешь я думаю что он делает объединял друзья мои у нас оператор Маруся готовим сырники по спец ее заказу да потому что мы лично будем кушать рыбу ну рыба у нас маринуется баклажаны у нас просадываются поэтому у нас есть время а почему его не занять а я учусь потом буду учить Марусю и Маруся себе на завтраке будем готовить сырники вот он и сырники фокус с рекламой мы работаем в четыре руки видите друзья мои оказывается волшебство в стакане в стакане всегда в стакане в стакане с вином в пустом стакане в стакане с водой в волшебство в стакане опускаю а первый раз обжигалась и очень страдала боже друзья мои ну посмотрите какая красотень посмотрите какая красотень у нас все красота говорить уже Леночка хоть ресторан открывай одесской кухни да могу и ресторан но не буду не буду заморачиваться я буду кормить всех своих любимых вот это я такая я снимаю ничего страшного ну потому что знаете все хозяйки вау она там снимает у нее на заднем фоне грязная посуда слушайте вы когда готовите у вас там на заднем фоне только чистая посуда я вас умоляю если постоянно все убирать тогда съемки будут до самой ночи все хорошо я ж потом загружу у меня там грязно я потом все это загружу смотрите какая красота смотрите 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 нравится не важно чтобы клиенту нравились обалденно смотрите смотрите и вот они поджарились так мы перевернули а сейчас мы будем делать помнишь вот этот эффект да 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 медленный медленный огонечек это в обратную сторону мы крутим все газ и пусть они сейчас оно сейчас такое пожарится слушай давай крышка нужна и тихонько чуть чуть попозже хорошо тогда перестанет уже шкворчать я говорю да да вот шкворчать перестанут иди мы на кровь боже ну они такие красивые а такой аромат ты же хотела как на картинке я тебе сделала как на картинке вообще бомба пушка друзья мои лена что ты делаешь значит обязательно сотейничек промыла водой для того чтобы молоко не прилипло немножко холодного молока и сюда крахмал подожди это будет соус для сырника конечно ставим на огонь делаем его меньше чтобы он закипел но не так быстро а сырнички у нас томятся добавляем ванилинчик вот и подливаем молочка ну я думаю вот так нам и все это периодически помешиваем помешиваем у меня такой мягкий у тебя еще это у меня мадам коко что венчик из мадам коко у меня мадам елена леночка возьми маст вилочку да потому что крахмал он же падает он тяжелый он падает на дно мне не надо чтобы он был густым мы добавили чуть-чуть сливочного масла буквально чайную ложку до кипения мы постоянно помешиваем а в это время все прекрасно тарелочку давай снимаем так а я свекровь не боюсь вы же мою свекровь видели что ее бояться она классная поэтому горячего не боюсь вот эти вот пусть еще помятся так что у нас тут с кремом а соус вот пожалуйста крем мы сюда смотрите сейчас сказать руками я руками его я же снимаю а я не буду вырезать а не надо эти у нас еще здесь соус у нас одуреть Аруся ты съешь сейчас пять сырников ну не съесть не надо мы поможем Виктор скажите нам вердикт сейчас секунду ну как это вкусно как всегда вкусно как всегда а творог то турецкий соленый ты когда я его попробовал сказал не чувствуется хорошо что я попробовала потому что он был соленый я просто не солила Марусечка а как тебе вкусно вкусненько но на здоровье я очень рада ты снимаешь что ли да ты молодец я молодец так смотрите наша рыбка боже какой запах у нас на кухне запахи перемешались и ванилин и ванилин от сырников и от крема и сейчас соус от рыбки обалденный рядом еще стоят баклажаны друзья мои баклажанчики ждут свою мы сейчас поставим рыбку в духовку и будем жарить баклажаны вот смотрите я соус прямо в рыбку это не спасет оно все равно потечет но не хочу я чтобы оставался напишите пожалуйста комментарии вы также готовите лебрек или для вас это новый рецепт может быть кто-то по другому посоветует я раз у меня нету того ведь скажи я хоть раз приготовила одинаково борщ сколько лет ты со мной живешь сколько лет 25 сколько лет ты живешь а мы уже это выяснили на пляже я не люблю каждый раз раз она мне говорит что ты делаешь с этим борщом я никогда вот мне понравился поза прошлый раз как ты приготовила у тебя есть рецепт я говорю нету у меня был полет души душа улетела борщ остался съели все следующее все ставим на медленный огонь на 30 минут ну давайте так 180-200 градусов конвенцию включаем и ставим на 200 но через 20 минут мы на нее посмотрим меня нельзя допускать просто до плиты все то есть если все нормально смотрите налила масло помните наши баклажаны и смотрите что мы с ними делаем райский цветочек мы их отжимаем водичка капает да кто-то варит варите если вы любите вареные баклажаны да делайте что хотите вообще на ковре главное чтобы было вкусно конечно если вам нравится на ходу ну то есть не ищите каких-то рецептов вот я тут в момент что-то вот соус придумала в момент ну как придумала вряд ли это придумала я скорее всего придумали самые умные повара мира а я просто смешала ванилин молоко крахмал сахар и довела его до той без консистенции которую бы хотелось все конечно еще бы хотелось цвет там или что-то еще это соус для сырников друзья мои для баклажан у нас будет майонез чесноком уже готовый соус обалденный смотри слушайте что мука мне нужно сейчас дам и мы делаем кто-то в яйце делает а мы сделаем просто кляр в муке да вот так вот у нас ты хочешь виниться я не хочу нет не хочу а мама делает лицо вот так мама поштучна она не так она поштучна кляра она наверное делает так маме привет маме привет маме привет Мария привет вам солнечный да я уверена что она смотрит с улицы университетская вы были у меня в гостях и ждем снова вас к себе в гости да Леночка да обязательно привет маме понравилось у меня вот каждый повар скажет что на тарелке должно быть все что надо съесть это в ресторане а у нас очень удобно вот это вот оно это есть не надо друзья мои вы знаете манты кто готовит вверх тоже не едят да Леночка я готовила манты на заказ да какая ты университет ты сейчас готовишь себе нет веришь даже в свои любимые вареники с картошкой ни разу не готовила я не знаю меня так настолько мой переезд вот ты знаешь я настолько хотела я хотела я хотела переехать и поменять свою жизнь я не хочу заниматься тем чем я занималась в Эстонии я хочу себя видеть в качестве блогера с видеокамерой и я прекрасно обхожусь без той еды которую я кушала дегустировала прекрасно обхожусь мне достаточно прийти к тебе ну раз в две недели там раз в месяц как получается раз в неделю когда ты сюда переедешь конечно будет раз в неделю рядом в гости и поесть то что я люблю мне просто повезло боженька меня услышал и послал мне тебя ты мне написала ты мне написала что ты моя зрительница и хочешь познакомиться увидеться это время да ты можешь мне выделить пару часов вот мы встретились с тобой ну ты еще дорогу переходила и я увидела что идет мой человек да потому что я тебе махала я уже увидела что они с Василием обрели друг друга это точно причем ты должна была быть на той стороне где я тебя ждала а я должна была быть на той стороне где я тебя должна ждать и почему-то мы как-то взяли поменялись местами да 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 крайние Смотрите какая красота с яйцом немножко другой вариант но я не хотелось не кто не знаю я не очень люблю съехать так мы делаем чуть-чуть ище боже мой боже сырник воруют у Маруси Сырник, посмотрите, как ей нравится Лена, Шанельке нравится сырник Супер, значит, вы будете делать сырники, я буду рада Чтобы лица к вам зашла Нравится Смотрите, друзья мои, видите? Кухня превращается в балкон В балкон, в лоджию А почему я открыла так окно? Потому что жарили баклажаны И немножечко задымили Потому что вытяжки нету, друзья мои Духовка работает Так Боже мой, уже готова Сколько было времени? Было 40 минут А сейчас 50, это 10 минут Еще, да? Шанелька сейчас, чего? Так что вот так вот и живем, друзья мои Видите? Просторы, просторы Этот лимончик мы оставляем на рыбку На подачу рыбки То есть она на тарелочку покладем И выжмем, когда Баклажаны готовы Сырники уже даже Попробовали Муку можно убрать И у нас к рыбе будет кускус Супер, будем готовить кускус Так, ёмкость давай Маша, сколько вы добавили кускуса? Это готовим мы кускус к рыбке Солите вы по вкусу Сокипел чайник Да Значит дальше Мы кладем специи По вкусу Какие у нас специи? Это ты мне в прошлый раз приносила Специи я делала как для мяса Для кускуса пойдет Ты мне для баранины делала Помнишь, мы баранину готовили? И смотри, обязательно Я очень люблю вот этот перец Красный перец, друзья мои Покажи упаковочку моим зрителям Я его добавляю везде Во-первых, и вкус И смотрите, какой он себе даст Так, смотрите Можно, я уже посолила Можно вместо соли добавить соевый соус Но соевый соус, она в рыбке Поэтому мы посолили Так, это добавили, это добавили Все, и петок И смотрите Наливаем чуть-чуть больше Чем кускуса Кускус в два раза больше будет Вот смотрите И не важно Чем больше у вас емкости Ну тем лучше надо ее добавить Если вы ошиблись с водой Добавьте ее, когда захотите И на сколько минут запариваем? Две, три И будет готов? Да Супер И рыбка к нам прибывала Смотрите Красота? Красота 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 Смотрите Боже, какой аромат Какой аромат Ну и вкусно Можно еще подержать И она здесь вообще коркой Ну и не надо, жиру течет Потому что вот жирок здесь в этой рыбке Только в брюшке А если он вытечет Она будет сухая в хлам А хлам нам не нужен Иришка Иришка Спасибо тебе за сало Эстонское Я угощаю Угощаю Леночку Надо было чуть-чуть раньше Лучше его стругать Пока оно было мороженое Да А мы с тобой газурили Ничего страшного Ну я думаю, ты все равно поймешь сейчас черных хлебушек Давай Сейчас я наполню бокалы Смотрите, какая у нас красота получилась Кус-кус Рыбка Как называется рыбка? Которая Леврек Баклажаны Чесночный майонез Собственного приготовления Друзья мои Как же нам сейчас будет вкусно И с какими видами мы будем кушать Всем, кто сейчас кушает Приятного аппетита Леночка, как ты ее склоняла, чтобы она кушала? Кушай шанелька Леночка готовила кашку Ну потому что Потому что, наверное, она чует запах рыбы А мы ей кашку Но в итоге Ребенок у меня ест кускус Она ест и рис, и кускус Друзья мои Вот так вот Йорк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова